Вот тут у меня есть разные приспособления актерские, но мы не актеры, я не буду играть Гумилева, но я хотел бы вжиться в эти тексты, и предоставляется такая возможность, я приглашаю к этому вас, вжиться можно только если ты любишь поэзию. Любите ли вы поэзию так, как ее любил Теофил Готье или Шарль Бадлер, любимый поэт и Николая? Любите ли вы поэзию так, как люблю ее я? А как я ее люблю? Я люблю ее всей душой, но душа состоит из двух частей, из сердца и ума. Любить сердцем – это более понятно, но как любить умом? Ну, я уверен, что нужно любить и сердцем, и умом. Я вот предлагаю вам этот метод. Это метод герминевтики. То есть сначала вы вслушиваетесь в эту музыку стиха, открываете свое сердце этим ритмом, этой мелодией. И как бы начинает звучать скрипка, или гитара, или зурнам. Но нужно остановить это. Нужно остановить и начать какой-то другой процесс. От Гумилева меня часто обвиняли коллеги в том, что эти стихи носят некий механический почти, конструкторский характер. Но это не так. Но они опираются на анализ. Так вот, когда зазвучит эта музыка, нужно ее прекратить на время. И приступить к анализу. Тогда, конечно, сердце сожмется. Как бы опасаясь, что музыки больше не будет. Но задав вопросы и получив на них ответы, можно и нужно перейти к следующему этапу, к синтезу. Снова соединить это все, чтобы зазвучала эта музыка. Музыка стиха. Но вернемся на шаг назад, к анализу. Я предлагаю вам заняться ответом на вопрос. Я сейчас прочитаю первое четверостишье стихотворение, посвященное Валерию Брюссу. Волшебная скрипка. И задам вопрос. И прошу вас на него ответить. Одним или двумя словами. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. О каком ужасе идет речь? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть версия. О каком ужасе идет речь? О каком? Начало творчества. Ужас, начало творчества. А что ужасного в начале творчества? Потому что творчество не вписывается в линию. Творчество – это неизвестность. Творчество – это то, что может взорваться и разорвать тот мир, который сейчас уже есть. Что не взорвало. Перед публикой разорвать. Ваша версия? Ужас перед публикой. Страшный такой. А что страшного в публике? Вот я стою перед публикой. Что страшного? Может быть, я не знаю, чего нужно бояться на самом деле. Скажите, что страшного? То, что публика может не так понять ваши слова. И? И начать на свете правильно относительно ваших вопросов. О! Ну, это если бы я врач был, меня бы это беспокоило. Публика начинает болеть. Ну вот, Гарсия Лорка пишет. Когда я выхожу в зал, я вижу публику, как пасть дракона. И всегда есть риск, что сейчас по глазу этого дракона поползет сонная муха скульки. Знаете, если вы чего-то не поймете, я это переживу. Николай Гумилев. Я, как Николай Гумилев, это переживу, и как другие поэты, я это переживу. Поэты все-таки умеют стоять самостоятельно. Но вот если будет скучно, вот это пережить невозможно. Потому что это симптом того, что ты делаешь какой-то не такой мир, что это вообще не мир какой-то. Это какие-то обломки, какие-то графоманские заготовки. И вот эта опасность, конечно, всегда висит. Особенно перед тем, кто аналитически подходит к поэзии. Но эта опасность – это вызов. Как бы смерть. Смерть все время смотрит на то, что ты делаешь. Николай был болезненным мальчиком. И одновременно очень смелым. Недисциплинированным. Когда это нужно. Он, например, отказывался откликаться на свою фамилию в гимназии. А его фамилия не Гумилев. А то, как ему не нравилось. Правильно говорить Гумилев. Это поповская фамилия, так называемая. Но он отказывался, он не отзывался. Это было очень недисциплинированно. И потом, когда он уже демонстрировал свой характер не учителям, а своим коллегой, отзывы были полярные. Кто-то это категорически не принимал, вот эту его фронду. Считали, что это стилизация под какое-то средневековье. Другие принимали. Вот пишет Алексей Толстой. Гумилев привез из Африки желтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им черного ягуара и негрское оружие. Вот пишет Эрих Голлербах, друг. «Героинск казался Николаю вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью. Пробовал топиться, не потонул. Вскрывал себе вены. Да, было такое. Чтобы истечь кровью. Остался жив. Добровольно пошел на войну. Вот пишет, кто у нас тут пишет, кто нам пишет. Георгий Иванов. Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его. Слабый задирал сильных. И очень сильных тоже. Ирина Адоевцева вспоминает, что после революции уже, когда установилась новая власть, которую он категорически не принимал, и это было бы еще полбеды, но вот он не только не скрывал, он это демонстрировал. И вот вы его пригласили читать перед матросами Балтфлота. Он читал свои стихи. Нельзя сказать, что матросы прямо так благосклонно их воспринимали. Ну, они и пока не были насторожены. Ну, вот он дошел до фразы. Я, бельгийский, ему подарил пистолет и портрет моего государя. Я абсолютный монархист. Зал притих. Гумилев стоял, скрестив руки на груди. Несколько матросов схватились за винтовки. И возникла такая дуэль глазами. Гумилева и матросов. Через какой-то момент раздались аплодисменты. Гумилев победил. Это была игра со смертью. Его обычная игра со смертью. Но зачем он это делал? Зачем он играл со смертью? И почему монархист? Я думаю, вот почему. Он путешественник. А монарх – это центр мира, который неподвижен. И это центр старого мира. В это время практически все творческие люди одержимы идеей фикс – сотворения новых миров. Есть эта цель и у Гумилева. Но почти все, кроме него, хотят сотворить совершенно новые миры. При этом огромная часть хочет сотворить их на месте разрушенного старого мира. Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Не верю. Тот, кто был ничем, ничем и останется. И это амбициознейший проект, на мой взгляд, Гумилева. И не только поэтический, а социальный. Да, новый мир. Но не только без отрицания старого. Но и новый мир внутри старого. Знаете, такая скромность. Вот есть старый мир. Российская империя, другие империи. Это политический аспект. Я не думаю, что он сильно его волновал. Но культурный аспект. И этот мир прекрасен. Только люди этого не знают. Они сидят в своих городах и не знают, как прекрасен мир. И вот он поставил себе цель. Для этих бедных людей, для вас, собрать коллекцию. Он коллекционер. Собрать коллекцию редких животных, вещей, растений, редких женщин. Это чуть не стоило ему жизни. То, как он добивался Анны Андреевны Ахматовой. Он добился. Но была попытка самоубийства. Есть музей этнографии в городе этом. Над широкой, как Нил, полноводной небой. И когда я устану быть просто поэтом, ничего не найду я прекраснее его. Пишет он о Кунсткамере, куда привез прекрасную коллекцию. И вот Валерий Брюсов пишет. На поэтической карте теперь есть страна Гумилева. Это там водятся тигры, ягуары, гиены, рыжие львы, носороги. А далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Я вижу сегодня Особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонкие, Колени обняв. Послушай, Далеко-далеко На озере Чад Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность И негоданы. И шкуру его Украшает волшебный узор, С которым равняться Осмелится только луна, Дробясь и качаясь На влаге широких озер. Вдали он подобен Цветным парусам корабля, И бег его плавен, Как радостный птичий полет. Я знаю, Что много чудесного Видит земля, Когда на закате Он прячется В мраморный грот. Я знаю веселые сказки Таинственных стран Про черную деву, Про страсть молодого вождя. Но ты так долго вдыхала Болотный туман. Ты верить не хочешь Во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу Про тропический сад, Про стройные пальмы, Про запах немыслимых трав. Ты плачешь? Ты плачешь? Послушай, Далеко-далеко На озере чат Изысканный бродит Жираф. Да, я знаю, Я вам не пар. Я пришел из другой страны, И мне нравится Не гитара, А дикарский напев Дурный Ни по барам, Ни по салонам, Черным фракам И пиджакам. Я читаю стихи Драконам, Водопадам И облакам. Я люблю, Как араб в пустыне Припадает к воде И пьет, А не рыцаря На картине, Что на звезды Смотрит и ждет. И умру-то я Не на постели При нотариусе И враче, А в какой-нибудь Дикой щели, Утонувшей В густом плюще, Чтоб войти Не во всем Открытый Протестантами Прибранный рай, А туда, Где разбойник Мытый И блудница Крикнут Вставай! Так и получилось Так и получилось Не при нотариусе, Не при враче Были доносы Следователь Икапсон Ничего не мог обнаружить Никаких улик По делу, Которую он открыл По делу о заговоре С третьего на четвертая Ночью Вспоминает секретарь Уначарского К Уначарскому На квартиру Пришла Мария Федоровна Андреева Бывшая актриса МХАТа Видный Партийный Коммунистический День Она попросила Срочно Разбудить Уначарского Дзержинский Подписал приказ Говорит она Мне стало известно В этом приказе Расстрел группы Среди них Николай Гумилев Я сделаю все Чтобы его спасти Она настаивала Разбудить Уначарского Секретарь Разбудил Уначарского Уначарский Все понял И позвонил Ленину Ленин Ответил ему Так Мы не можем Целовать Руку Которая Нас отвергает И положил Трубку 25 Августа 21 Года Николай Гумилев Был расстрелян Так Погиб Скрипач Русской Поэзии Милый мальчик Ты так весел Так светла твоя улыбка Не проси Не проси об этом счастье Отравляющим миры Ты не знаешь Ты не знаешь Что такое Эта скрипка Что такое Темный ужас Начинателя игры Тот кто взял ее В повелительные руки В повелительные руки Вечно Вечно должен Биться Биться Виться Обезумевшийся Мычок И под солнцем И под вьюгой Под белеющим Буруном И когда Пылает Запад И когда Горит Восток Ты устанешь И замедлишь И на миг Прервется Пенья Но уж Ты не сможешь Крикнуть Шевельнуться И вздохнуть Тотчас Бешеные Волки В кровожадном Иступлении В горло Вцепятся Зубами Встанут Лапами На грудь И тогда И поймешь Тогда Так злобно Насмеялась Все, что пела В очи глянет Запоздалый Но властительный Испуг И тоскливый Смертный Холод Обобьет Как тканью Тело И невеста Зарыдает И задумается Друг Мальчик Дальше Здесь не встретишь Ни веселья Ни сокровищ Но я вижу Ты смеешься Эти взоры Два луча На Владей Волшебной Скрипкой Посмотри В глаза Чудовище И погибни Славной Смертью Страшной Смертью Скрипача Аплодисменты Смертью Смертью Голос Аплодисменты Спасибо.